Привет, друзья мои! Сегодня по многочисленным просьбам выполняю долгожданный новогодний макияж. Для меня этот образ был настоящей борьбой с самой собой, потому что уже два варианта зеленых смоки на Новый год у меня было. Но мне было ужасно приятно его снимать, потому что это видео приурочено к празднованию столетия марки Max Factor. Это видео спонсорское, я считаю, что я обязана это рассказать, потому что я за честность. Все продукты, все вкусняшки, которые я показываю в этом видео, от Max Factor мне подарили. Но вы прекрасно знаете, что я предельно честный человек и никогда не рекомендую того, что мне нравится самой. Теперь давайте про вот этот образ. На самом деле его для рекламной кампании сделала самая, наверное, великая и известная визажист мира Пэт Маград. Сделала на модели Кэнди Свенпул, которая также модель Виктория Сикрет, потрясающая красотка-блондинка. И мне ужасно приятно, что мне предложили сделать интерпретацию этого образа. Я создала три фейс-чарта, которые были вдохновлены этим макияжем. И сама великая Пэт Маград выбрала вот эту вариацию, которую я сейчас вам показываю. И также у Max Factor сейчас проходит конкурс. До 31 декабря вы можете повторить такой макияж, выложить фото в Инстаграм. Все подробности внизу. И один победитель получит приз в поездку в Голливуд на мастер-класс главного визажиста Max Factor в России Владимира Калинчева. Я надеюсь, что вам уже стало интересно. Так что смотрите, как я выполняла этот образ. И участвуйте в конкурсе. Напоминаю, что информация внизу. Как же добиться такого супер светящегося изнутри, но при этом матового лица? Сначала я выбираю самый темный оттенок консилера, который соответствует оттенку моей кожи. И просто перекрываю небольшие недостатки цвета, которые у меня могут быть. Именно тон в тон. И чтобы ваш макияж не смотрелся маской, этим консилером не корректируйте недостатки полностью. То есть процентов на 60-70 перекрыли и достаточно. Потому что дальше мы пройдем со слегка оттеночной пудрой. Это будет намного лучше, кожа будет дышать лучше, будет натуральнее выглядеть. И дальше берем более светлый оттенок этого же консилера. И туда, где мы хотим привлечь немножко больше внимания, добавить больше света, на центр лица мы наносим этот светлый оттенок. Также хорошо еще немного высветлить рядом с уголками носа и лук. Процесс забавный, но результат очень красивый. Далее, тон и пудра в одном флаконе. Я буду использовать пудру Face Finity. Она дает некоторое покрытие, но при этом она не будет сползать с лица, если у вас жирная или комбинированная кожа. Лицо именно будет матовое и ровненькое. Можно наносить спонжем, который прилагается. Я же буду наносить кистью, просто потому что мне так удобнее. И когда вы ее наносите, вы видите, как она выравнивает цвет лица. Я ее наношу именно больше преимущественно по центру. Опять же, она слегка светлее. Но на скулы, на те места, где у нас должна быть коррекция, то есть на внешнюю часть лица, мы будем наносить другую пудру, более темного оттенка. И более темный тон пудры у нас будет из линейки Cream Puff. Также прессованная пудра, просто ближе к моему оттенку, либо даже чуть темнее. Также набираю ее и растушевываю именно внешнюю часть лица. Там, где линия роста волос, там, где наши скулы. Мне многие пишут, что очень любят мои макияжи, но они предпочитают сами на себе использовать больше пудру, не аж ли тон. Особенно, если кожа без сильных проблемок, или если кожа очень жирная. И как раз это вариант для таких случаев. Итак, переходим к макияжу глаз. Остатки консилера наносим как базу. Образ супер гламурный, поэтому оттенки у нас будут в основном перламутровые. Но я рекомендую для того, чтобы облегчить себе дальнейшую тушевку, сразу наш оттенок, которым мы скульптурировали лицо, нанести на складку века и над ней, растушевать и под ресничную зону. Мы сразу получаем объем глаза и фиксируем наш консилер. Далее две тушевочные кисточки, одна поменьше. Ей я располагаю цвет в складку. Сначала мы выбрали красноватый медный оттенок коричневого. Такой цвет использовалось как раз в макияже на кендис, потому что у нее голубые глаза. Для того, чтобы их подчеркнуть, тушевка была сделана подобным оттенком. Для карио глаз, я думаю, что лучше будет подходить более фиолетовый оттенок коричневого. Точно так же, как и для зеленых. И я растушевываю во все стороны под глазки. Создаем дымочку, немножко к виску оттушевываем и растушевываем склад. Вторая кисть более большого размера нам нужна для того, чтобы все еще раз растушевать. И потом взять более светлый оттенок пудры и дополнительно растушевать подбродным пространством. Таким образом макияж будет смотреться гармоничнее, потому что вы не используете дополнительный цвет какой-то теней, а только те оттенки, которые у вас уже присутствуют. Черный карандаш Каял мы наносим на межресничное пространство, для того, чтобы макияж выглядел все-таки более завершенным и более аккуратным. Снизу себе немножко намечаю нижнюю ресничную зону. Такими мягкими движениями промакиваю карандаш к кожу. Иначе у меня будет прям заметная линия. Я не хочу заметную линию. Я хочу, чтобы у меня получилась дымочка. И хорошо растушевываю. Черные тени с небольшими блесточками наношу на эту нашу самую нижнюю ресничную зону, которую мы только что затемнили. В складке века то, что мы делали коричнево-красноватым, в складке века то, что мы выполняли коричнево-медным, теперь делаем и с помощью черного с блестками оттенка. То есть мы прорисовываем немножко складку на выходе из складки. И для моих глаз, и для глаз модели, которая снималась, для этой рекламы тоже. Это будет более разумный вариант, нежели рисовать сразу внутри складки. Иначе глаз будет очень маленький. Для того, чтобы завершить тушевку, чуть макаю в предыдущий цвет свою кисть и оттушевываю этот черный. Теперь нам становится понятно, куда вести стрелку. От уголка глаза выше той тушевки, которая у нас получилась, я намечаю стрелку с помощью карандаша. И далее мы ее повторим с помощью уже жидкой подводки. Консервативным девушкам, наверное, стоит уже удалиться от экрана, потому что носибельный красивый макияж уже получен. Но я буду повторять за Пайт Маград. И звездой нашего макияжа будет вот такой вот салатовый оттенок, который мы наносим на подвижный век. Почему мы не сделали этого раньше? Потому что если нанести его раньше, при растушевке теней мы будем опускать этот цвет все ниже-ниже, он будет затушевываться, и его почти не останется. Поэтому я предпочитаю приложить его на веко сверху, и потом хорошо еще дотушевать. Для чуть более сдержанного эффекта наносим сухой кистью. Для эффекта более металлического лучше влажной. Оттенок номер 20. Это такой цвет старого золота. Он похож на предыдущий, но он более мягкий. Это скорее золотистый такой. Наносим на внутренний уголок. Сначала немножко растушевываю сухим способом, а потом мокрым способом наношу туда же. И получается более текстурный эффект блеска. Фиксирую стрелочку с жидкой подводкой. Называется она Masterpiece Glide and Define. И у меня это черно-коричневый оттенок, но вы можете использовать и черный. Чуть усиливаю нашу нижнюю стрелку. Шаг с жидкой подводкой необязательный, но он мне нравится, потому что он дает немножко четкости, яркости. И у Кензис на снимке как раз похожий эффект. Под стрелочку, точнее между нашими стрелочками, я наношу консилер. Подкручиваем ресницы. И наносим тушь. Наконец-то пробовала впервые. Такую вот новиночку с тонкой кистью. Masterpiece Transform. Говорят, что она будет даже лучше, чем Fossys, которая до этого была моей самой любимой тушью, которая как раз тоже от Max Factor. С одного раза судить рано про тушь, но, по-моему, пока все здорово. Ресницы очень разделенные, длинные получаются. Я считаю, что какие бы свои хорошие ресницы не были, все равно и такой макияж с супертолстой подводкой, и новогодняя ночь как мероприятие требует накладных ресниц. Каких-то очень светлых оттенков, типа белого или очень светлого бежевого карандаша, мне не хочется на слизистый, иначе будет, ну, очень ярко и еще более контрастно. Образ получился очень яркий, но дерзкий, модный, и я считаю, очень красивый. Дальше я буду использовать помаду Pretty Flamingo, оттенок 620, это называется Color Elixir. Она полупрозрачная, розоватая. Либо можно оставить, как было до этого, просто с бальзамом для губ. Какие-то очень яркие, интенсивные губы, губы с контуром, я сюда совсем-совсем не рекомендую. Они просто сюда не пойдут, и это будет выглядеть дешево. Я сняла линзы, потому что хочу вам показать, как с карими глазами выглядит этот образ. Мне кажется, что тоже очень красиво, но абсолютно по-другому. Для кариевых глаз этот макияж будет более носибельным. Спасибо за просмотр, пока и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok